Если вы приехали в Петербург на денек или выходной, выдается у вас раз в полгода, вариантов у вас немного. Либо носиться по улицам, пытаясь все успеть и все посмотреть, либо взглянуть с высоты птичьего полета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если эта высота покорилась вам без особых проблем и вам понравилась, надо закреплять результат и продолжать на более серьезных высотах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но если вы хотите увидеть центр Петербурга как на ладони, вы знаете, куда ведут все дороги в этом городе. Это классика жанра. Хотя бы один раз в жизни каждый должен подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Это сердце Петербурга. Один такой подъем заменяет многочасовую прогулку по городу. И не только потому, что карабкаться вверх по ступеням довольно тяжело. Отсюда отличные виды на сердце Петербурга, на исторический центр и на то, как меняется город с течением времени. Вот, например, панорама строящейся зенит-арены, а слева от нее будущая башня Лахта-центра. А теперь усложняем задачу. Посмотрим сразу на несколько районов Санкт-Петербурга. Если у вас боязнь высоты, не смотрите дальше. Мы поднимемся на одну из самых высоких обзорных точек города. Оттуда вообще. Если бы я знала, что здесь будет настолько круто, я бы взяла с собой бинокль. Не повторяйте мои ошибки, запасайтесь оптикой. Мы находимся в панорамном ресторане этаж 41. Если вы никак не можете начать ориентироваться в городе, вам сюда, глядя в эти фантастические окна, понимаешь, как отдельные фрагменты карты, отдельные городские районы складываются в единое целое. И видишь, что все взаимосвязано. Это Московский район. Слева, на фоне Финского залива, мы видим, как строится башня Лахта-центра. Самые классные столики угловые. Отсюда открывается вид сразу в две стороны. Можно наблюдать за жизнью спальных районов во всех подробностях. И владельцы ресторана позаботились о своих клиентах.